Нить! Всем привет! Я Сергей, а это видео о том, как я накачал пресс за 30 дней. Лично я совсем не любил тренировать пресс, поэтому какого-либо рельефа у меня не было в принципе. Если я его тренировал, то уделял максимум минут 15, и это было раз в месяц. И чуть более 30 дней назад я бросил себе вызов. И решил поставить эксперимент, что будет с моим прессом, если в течение 30 дней я брошу все силы именно на его прокачку. Меня ждали офигенные 30 дней челленджа, которые закончились супер крутым результатом. Перед тем, как начинать эти адовые 30 дней, мне нужно было подумать. Моей главной задачей стоял рельеф. Поэтому я пришел к выводу, что делать миллиард сгибаний или стоять 8 миллионов часов в планке, это максимально херовая идея. Поэтому я составил для себя, грубо говоря, программу тренировок, которая, по моему мнению, помогла бы мне прокачать мои кубики, сделать рельеф и все. Я ее составил, и вот что она из себя представляла. Меня ждали 2 тренировки в день, в течение 30 дней, утренняя и вечерняя. С утра я делал жесткую пятиминутку. Такая пятиминутка у меня есть на канале, поэтому если вам интересно, то заходите вот на вот этот видос. Он максимально классный, заряженный, невероятно крутой. Там рассказывается о том, как забить ваш пресс за 5 минут. С утра в течение 30 дней я использовал именно эту тренировку. Хотя к концу челленджа я мог уже выполнять не 5 минутку, а 10 минутку. А вечером я проводил полноценную 20-30 минутную тренировку, которая задействовала все группы мышц, как вот эти, так и вот эти, верхние, нижние, средние, центровые, круглые, квадратные, треугольные, задние. Короче, как-то так. Как и полагается, для начала я замутил фотосет. Я бы не сказал, что пресса у меня не было в принципе. Он был крепкий, выносливый, но ни хрена не рельефный. Моя задача стояла сделать его максимально рельефным. Короче, 30 дней, поехали. Приятного просмотра. Доброе утро, как говорится. Первый день будет сложно 30 дней. В своей жизни я делал всего лишь одну 30-дневку. Это было 18 тысяч отжиманий. Было очень сложно начинать, именно начинать, потому что каждый день приходится работать, фигачить, выкладываться. А в этот раз мне придется достигнуть какого-то результата, который мне именно нужен. Тогда это был просто эксперимент. Мне было интересно, что будет, если я сделаю 18 тысяч отжиманий. Тут же моя главная цель – это конечный результат. Поэтому сейчас буду чистить зубы и наваливаться на тренировку. Первую. Ну и дела. Короче, навалимся на тренировку. Есть у меня вот такой вот парниша. Вообще классный тип. Будем сейчас башить пресс. О, да. О, да. О, да. О, да. Готово. Пора позавтракать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Оп, оп, запись, запись. Не видно, не? Хоба. Прилетел, короче, с универа и нас ожидает нереальная тренировка на пресс. Вообще по факту, если так подумать, последний раз я качал пресс, прям вот жесткую такую тренировку, не пятиминутную, а нормальную тренировку пресса я проводил месяц, может два, может три. Я не помню, очень давно это было, я реально ни хрена не помню, сейчас навалимся и, короче, забахаем. Короче, погнали, тренировка. Я бы ударил по камере, но не буду. Будем работать вот здесь, вот, нет, не там, вот тут. От дивана. От дивана, опа, медведь. Диван, вот диван. О, готова. О, готова. Второй день, поехали. О, готова. Стренировка утренней погонщины, отправимся на завтречек. Сейчас что-нибудь запахает. О, бананчик. Нормально. Короче, если ты подписчик моего канала, то, наверное, ты уже видел этот видос. Но, я монтирую, мать его, видос про манник, про манник, вот он, сейчас покажу его, даже получился тут. На самом деле, такие рецепты очень легко монтировать, обожаю их монтировать. Это не вот этот видос, который вы сейчас смотрите, его пиздец, как сложно было монтировать. Хотя я его еще не начал монтировать, но. Но, сейчас, короче, заканчиваю монтировать и навалимся на тренировку. И все. А потом будем есть кисель. И кашу. Ааааа. короче сегодня третий день и знаете что у меня болит пресс это просто что-то с чем-то у меня не болел пресс где-то год может полгода потому что я просто не знал как его убить а тут его просто убил походу я задействовал мышцы которые не задействовал либо ни разу либо давно но это очень крутое чувство болит кстати у меня нереально жестко поэтому сегодня мы пропускаем трению но вот утреннюю не пропускаем сейчас запилим и все это значит что все идет по плану вроде я всем привет короче нашей единственной комнате в нашей мега крутой однокомнатной квартире есть огромное окно вот вот он и короче нам пришла мысль интересно писать писать на окне маркерами для белой доски для вот этой потому что она довольно маленькая я хочу больше я подумал что можно же зарисовать заисписать все окно это же просто гениально но при тем как это делать нужно его сначала помыть желательно с двух сторон ты где бля он все-таки был тут нашел а а Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что это называется? Это называется гениальность Сейчас покажу, почему Короче, дамы и господа, вот что у меня получилось Это просто мега шедевр Я бы не сказал, конечно, что это лучшее, что рисовало человечество Но это мне очень нравится, это прикольно, это классно, офигенно Когда я снимал 18 тысяч отжиманий, я использовал обычный лист бумаги А тут, грубо говоря, новый уровень Самое интересное, что я сделал эту тему И сегодня уже четвертый дей Четвертый дей Сейчас мы навалимся на утреннюю тренировку И все, и пойдем в универ Ада ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово Утреннее Короче Половина будет утренняя Вторая половина будет вечерняя Ну, то есть, основная А утренняя это пятиминутка Поэтому, ну, такое Ну, главное важно И все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги Короче, сегодня 1 марта И знаете, что это у меня в руках? Это у меня в руках блокнот Блокнот, который должен быть у каждого человека на планете Вообще у любого... Даже у собаки Нет, ну, собаки зачем у нее две цели в жизни? Это покушать и облизать своего человека Короче, у каждого человека должен быть такой блокнот Блокнот, в который он записывает свои цели Свои цели, а также какое-нибудь видение на будущее Или свою главную задачу вообще в этой жизни Я ее разглашать не буду Не буду Не, 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 не Но Так как сегодня 1 марта Вчера закончился февраль Как ни странно И получается такая тема, что Все, все, все Январь, февраль Я ставлю цели таким образом Я расписываю страницу на год Потом у меня идет, значит, цели на 2 месяца На 2 месяца То есть каждые 2 месяца я обновляю свои цели на эти 2 месяца И И потом каждую неделю Это на самом деле очень крутая тема И вообще невероятно прикольная Я раньше думал, нафиг они нужны на неделю-то цели Ну, их можно написать, ну, нет, на стене Но нет, фишка в том, что вот именно вот Чтобы на бумажке было Вообще, мне один чел сказал, что записывать цели Это абсолютно бесполезная фигня Никому нафиг не нужно Он не прав Если он кто-то это говорит, то, знаете Он не прав Или она Потому что цели, ну, это невероятно круто Это просто зашибись Это прям Аааа Вообще, главная фишка Почему мне нравится этим заниматься Писать цели каждую неделю Это именно вот те пару секунд Когда вы ставите галку напротив своей цели Чтобы ее выполнили И вот этот вот кайф такой Ммм Я выполнил, я сделал, я красавчик Лев, лев, львиный Поэтому сегодня 1 марта мы запишем новые цели И я сейчас сначала зачеркну старое К чему я вообще пришел И теперь самое главное Вот этот вот блокнот всегда носить с собой Потому что он как бы ваше все Это ваши цели Это ваше будущее Это ваши задачи Всегда с собой Хотите переписать цель? Переписали Хотите посмотреть цели? Взбодриться там Водушевиться Вдохновиться Замотивироваться Посмотрели Перечитали Может что-то переделали И все Мы дома Приехали домой На пару дней Может на 3 Может на 4 Но пресс мы продолжаем Работать Фигачить И все Здесь Закончили Короче Для сегодняшнего видоса Точнее для съемки Сегодняшнего видоса Мне понадобится противень Ибо мы переехали в новую квартиру А жили мы где? Правильно В общагах А в квартире у нас противня нет Как такового Поэтому что мы делаем? Мы летим в магаз Помимо противня Нам нужно еще пару Пару интересных приспособлений А точнее продуктов Продуктов Это уксус Это манка Нет, манка у нас есть Это сахар Это кефир И короче все Отправляемся И все И покупаем все что нужно А еще нужны яйца Тонна яиц Вообще не уебическая Тонна яиц Я короче пришел к выводу Что лучше покупать не 10 яиц А где-нибудь 50 Или вообще 100 Потому что съедаются они у меня Очень быстро О Класс Итак, нам все еще нужен противень Все еще нужен противень И яйца И яйца Яйца А и уксус Еще и уксус Ё-моё Я понять Аниме где все находится Нету тут противня Ё-моё Опа Сушилка для носков Вы прикиньте Это гениально Гениально Ладно Опа Так Что-то есть Что-то есть Мне нужен обычный квадратный противень Поглубже Ибо так прикольный Так кайфовый Я понятия не имею где он И вот тут тупо нет Тупо нет Противня Вы прикиньте Что? А да А что я туплюда Противень Нормально Или да Ну мне кажется Сойдет Ну противень Как противень Я понятия аниме Короче Я спросил Очень крутого Человека И он сказал Что вот это надо Дешевле двое А по факту Одно и то же Нам нужен все еще уксус И куча яиц Хожу короче И знаете что нашел Хлебцы нашел Хлебцы Это очень классные Прикольные Это очень сладкие Нам нужно что-нибудь А-ля Яблоко Корица Классные как по мне Но их тут нет Здесь есть карамель Бородинский Хлеб А-ля Возьмем черничное Не знаю Возьмем Недорого И вкусно Но мне все еще нужен Уксус и яйца Я Ксючу не нашел Вы прикиньте Бля Овощи Яйца И уксус Опа Тихо 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 Знаете что я нашел Хоп Это уксус Это Нет это не уксус Это соусы Ё-моё Мимо Черт Тут пиво Да это Не это очень плохая вещь Это мы ее обходим Нахрен И завернете сразу В рек Кого Куда-то завернете А-ля Яйца Яйца Возьмем Сразу много Это видно Супер Берем кучу яиц И остался уксус Уксус Как она сказала Находится где-то сверху Топинг Опа Я нашел Я нашел Я нашел Я нашел Уксус Уксус 9% Столой 9% Уксус Дядя Ваня Сойдет Все Осталось Короче Овощи Знаете что здесь есть Это Музей Молока Гениально Гениально Здесь огромная Корова Ооо Майгад Вот это жестко Его сдуло ветер тут как бы Короче Пока никому не говорите Я кинул не вовремя Никита Но вот это Залез на сердце И об этом Никто покажет Я не узнал Кидаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, если хотите реальный челлендж Заходите на канал Смотрите видос про пресс за 5 минут И вместо того, чтобы делать 5 минут, делайте 10 минут А? Это жутко Доделываем пресс Душ И спать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас проводим последнюю тренировку и посмотрим, что случилось с нашим прессом за эти 30 дней Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok